Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Требуется особенная глупость, чтобы затормозить перед пожарной машиной. И вот этот глупец. Это один из тех моментов, когда задаешься вопросом, действительно ли водитель думал, что оно стоит того – притормозить, а потом продолжить ехать. Этот дурак решил тормозить сразу на двух полосах, на одной из которых ехал грузовик. Карма быстро настигла дурака, который затормозил перед машиной. Вот почему не стоит шутить с водителями грузовиков. Они ездят группами и присматривают друг за другом. Водитель регистратора был достаточно умен, чтобы пропустить скорую, но водятлу это не понравилось. Девушка на заднем сиденье выглядит удивленной, но нечему удивляться, когда ведешь грязную игру. Этот дурак действительно решил задержать весь ряд машин. Однако вид мигалки приносит моральное удовлетворение. Самое долгое торможение за всю историю, и мы до сих пор не поняли, что значит этот жест рукой. Видимо, французская полиция может появляться из ниоткуда, если произошло преступление. Этому водителю явно хотелось проверить чьи-нибудь тормоза безо всякой на то причины. Хуже человека не найти. Кто-то явно расстроен по какому-то поводу. Но, вероятно, еще больше его расстроило, что он развернулся на все 360 градусов перед грузовиком. Этот глупец постоянно мигает фарами просто, чтобы проехать, а потом притормозить перед машиной, которая его пропустила, а затем застрять за кем-то другим. Этот дурак явно думает, что показал водителю его место, но, по сути, выставил себя дураком. Этому недалекому повезло, что водитель грузовика был внимателен и не вез что-нибудь, что упало бы. Этот дятел действительно перестроился через полосу, еще и затормозил. Вот почему не надо резко тормозить, когда везешь груз, да еще и не зафиксированный. Знаете, что здесь плохого? Этот парень не просто затормозил, он припарковался и вышел. Это не имеет никакого смысла. Хочется думать, что там есть какая-нибудь предыстория, но, увы, безо всякой причины. Кольцевая развязка – не место для проверки тормозов, своих или чужих. Не знаю насчет вас, но мы бы не стали тормозить перед Бентли. Очень трудная ситуация. Водитель успел затормозить, когда между ними оставалось буквально несколько сантиметров. Этот дурак достал другого водителя, так что тот просто сдался. Сначала мы подумали, что впереди этой машины действительно что-то есть. Но нет, беспричинная остановка. Не уверены, что это называется мгновенной кармой, но тут воздалось по заслугам. Этот дятел действительно думал, что он прав со своими 10 километрами в час на участке, где скорость установлена на 50, поэтому он решил остановиться. Этот дурак понятия не имел, куда он едет, поэтому решил притормозить, чтобы другие подождали, пока он разберется. Почему так много дураков думают, что это хорошая идея проверить тормоза у грузовика? Не смотрели что ли пункт назначения? Почему? Почему просто не ехать по делам и перестать проверять чужие рефлексы и тормоза? Кто в наши дни действительно не считает, что водитель с мигалкой в зеркале заднего вида может быть кто угодно и не обязательно полицейский? Наш водитель ехал по правилам, как и нужно, особенно в дождливую погоду, но дураку это не понравилось. Не уверены, что этот дятел беспокоится о том, что попадет на камеры видеорегистратора, но теперь будет знать. В защиту тормозящего. Та машина ехала раза в три быстрее остальных. Этот дурак явно не в себе, ведь это даже не была полоса, с которой можно поворачивать налево. А вот взгляд со стороны того, кто тормозит перед другими машинами. Необычайная проверка тормозов, ведь человек просто потерял управление. Непонятно, что именно говорят, но кому-то явно не нравится, когда перед ним резко тормозят. Еще один бесполезный дятел. Только посмотрите, сколько места, чтобы просто проехать. Должно быть приятно, когда поблизости есть полицейский каждый раз, когда очередной дурак совершает что-то дурацкое. Этот водитель перестроился, чтобы тормознуть перед машиной. Явно что-то личное. Этот дурак подрезал водителя перед тем, как тормозить. Этот водитель любезно решил тормозить на расстоянии. Почему водитель этого пикапа такой рассерженный? Думаем, этот водитель был сбит с толку. Где нарисованные полосы? Очень опасная ситуация, но водитель не ожидал, что столкнется с байкерами. Этого водителя поставили на место после того, как он полностью остановился. Этому парню повезло, после того, как он затормозил перед машиной на скользкой дороге. Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся завтра.